Космический обзор Кэйди Коллман Самым большим сюрпризом во время полета в космос для меня стало то, что я не хотела возвращаться на Землю. Проведя некоторое время в космосе, вы просто начинаете мыслить по-другому. Я думаю, что подобное нестандартное мышление и приводит к инновационным идеям, которые в каком-то другом месте просто не появятся. В Центре подготовки космонавтов мы понимаем, что если все пойдет нормально, мы отправимся на космическую станцию, чтобы жить там и проводить эксперименты, которые невозможны на Земле, и получать знания, которые не могут быть получены на Земле. На самом деле мы прокладываем путь на Марс. Мы создаем космические корабли, на которых люди смогут жить, путешествовать, добраться до Марса и остаться на Марсе. Проживание космонавтов на орбитальной станции и подобные моменты делают нас ближе к путешествию на Красную планету. Доступные и эффективные способы доставки людей и груза с Земли на орбитальную станцию и обратно – это именно то, чем НАСА следует заниматься в данный момент. И мы занимаемся. Поэтому станция – это наш испытательный полигон для пилотируемого полета на Марс. Это наш способ выяснить, что и как работает в космосе и работает ли вообще. У нас появилось много возможностей после испытательного старта корабля Реон. Мы хотели посмотреть, нужно ли разработать нечто более консервативное, или мы сможем подойти ближе к пределу своих возможностей. Вот для этого был произведен этот запуск. И мы могли видеть, что это действительно совершается. Это было так вдохновляюще. Я пришла в Центр подготовки космонавтов в 1992 году. Это было очень давно. И вы всегда размышляете после одного полета или двух, или сколько бы вы ни совершили. Я скажу вам, что большинство из нас никогда не совершали космических полетов. Отчасти потому, что все мы являемся частью семьи НАСА, которая включает в себя всех людей, которые выполняют свою работу. Это не только люди, которые работают в НАСА. Это наши подрядчики, это наши коммерческие партнеры. Это огромная семья людей на Земле. Людей, которые считают, что жить, работать в космосе – это нормально и необходимо. Как член команды НАСА, я полагаю, что каждый человек в этой команде имеет тягу к исследованиям и глубокое понимание происходящего. Мне нравится быть частью этого пути, этого прогресса. Мы живем на космической станции, мы используем технологии, которые нам нужны, чтобы идти дальше и добраться до Марса. Это часть пути. Путешествие продолжается и будет продолжаться. Мы будем двигаться дальше. Не забывайте подписываться, ставить лайки и делиться видео с друзьями. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok